А смотрительность также подобает воину, как и храбрость. Джеймс Фенимор Купер. На информационном канале Севастополя очередной выпуск программы «Имеем право». С вами ее автор и ведущий журналист Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Год назад, в начале августа, в ходе заседания постоянного совета при президенте Российской Федерации по местному самому управлению, глава государства Владимир Владимирович Путин акцентировал внимание глав субъектов на необходимость вовлечения населения в процесс принятия решений по улучшению качества жизни, а также участия в местном общественном самоуправлении. Особо он указал на республику Крым и Севастополь. Прошел год. Что изменилось? Правоснову территориального общественного самоуправления, кроме Конституции, сегодня определяет всего лишь одна статья закона номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Впрочем, и в ней дано исчерпывающее значение ТОСов. Сама организация граждан по месту их жительства для самостоятельного под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Ясно, что ключевыми словами здесь являются самостоятельные и собственные. Именно необходимость разрешения местной проблематики заставляет сегодня жителей объединяться. Такие организации общественного самоуправления появляются иногда совершенно неожиданно и для властных органов, и для правоохранительных структур, и для хозяйствующих субъектов. В декабре прошлого года, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о создании ТОС «Высоты Карагач» в товариществе собственников недвижимости массив Сапун-гора. Впрочем, его появление было все же закономерно вызванным. Наша задача объединить общественные усилия для того, чтобы жизнь людей на этом участке Севастопольской земли сделать благоразумной, культурной и, в принципе, с человеческими условиями. Мы решили действовать во всех сферах и в составе ТСН, и в составе территориально-общественного самоуправления. Наладили, я считаю, добрые связи с Балаклавским муниципальным округом, контактируем. Кроме первоочередных организационных задач, общественники сразу стали планировать решение местных проблем, а их в условиях оторванности садоводческих товарищей на Сапун-горе хоть пруд пруди. Планируем вот в этом году выступить в конкурсе на развитие территориально-общественных самоуправлений в двух номинациях. Мы планируем, первое, это, конечно, сделать детскую площадку, потому что, вы видите, у нас дачи окружены, участки окружены забором, за забором только дорога и лес. Детям выйти некуда. Вот мы хотим в этом году, чтобы власти города нам помогли, выделили деньги, и мы сделали для детей элементарные условия для развития спорта. Вы посмотрите, какой здесь сосновый лес. Этому лесу ровно 60 лет в этом году исполняется. 60-летние сосны, здоровый воздух, воздух с Балаклавской долины. И вот в этом мы хотим поздравлять наших детей. И в будущем мы даже планируем, чтобы здесь проводились какие-то местные соревнования. Акцент на защиту детства в молодом ТОСе выбран не случайно. Ведь в целом на массиве товарищ Сапун-гора детей школьного возраста проживает более сотни. Увы, даже такие благородные цели могут быть недостижимы. А хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Эта поговорка вполне соотносится с событиями, происходящими вокруг территориального общественного самоуправления высоты Карагач. Хотя поначалу работа закипела и в совершенно разных азимутах общественного бытия. Перед нами стала сразу большая глобальная задача. Согласно плану развития дорог города Севастополя, через наш район должна была продвигать трасса. От Сапун-горы, от Вечного огня в район Балаклавской развязки. Всех жителей, конечно, это очень сильно заволновало, потому что трасса – это практически уничтожение наших лесов. 240 семей подписались под обращением к губернатору, к президенту. И мы начали эту работу, выступали на общественных слушаниях. Сосновый бор активисты ТОСа отстояли. Однако, как оказалось, не лесом единым живут общественники в районе Сапун-горы. В этом году мы провели силами ТОС, провели общественную, такую народную акцию. Мой дед штурмовал Сапун-гору 7 мая в 10 часов 30 минут, начало штурма Сапун-горы. Мы собрали здесь родственников, открыли памятную доску, потому что знамя было не одно водружено, а несколько. И мы находимся в самой высокой точке высоты Карагач, это 240 метров. Сделали символический штурм Сапун-горы, 9 знамен подняли. Примерно в это же время разворачивалась и судебная эпопея в отношении ТОСа высоты Карагач. Дело в том, что далеко не всем жителям массива Сапун-гора пришлась по душе народная инициатива. Наш ТОС организовало два садовых товарищества, Морзоводец и Импульс. А рядом еще есть три садовых товарищества, которые обратились, ну не нравится им, что здесь люди самостоятельно трудятся и хотят облагораживать свою землю. Поступило обращение в прокуратуру, прокуратура весело это подхватила и написала исковое заявление в суд. Балаклавский суд разобрался с этим вопросом и дело прекратил. Общественники вздохнули свободно, но видимо поторопились, ибо в Балаклавский суд внов пришли прокурорские работники. А совсем недавно мы узнали, что последовало еще одно исковое заявление от прокуратуры уже на прекращение деятельности устава нашего ТОС. Попытки прикрыть территориальное общественное самоуправление в Севастополе, где их зарегистрировано всего лишь три десятка, смотрятся как-то неуклюже. В этой связи нам остается лишь прибегнуть к прямому цитированию главы государства. В нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу. Больше добровольческих инициатив мы видим, в том числе и на местном уровне. Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное, у них немало конструктивных идей, предложений. И главное, есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. Как говорится, no comment. Но если на Сапон-Горе инициативные граждане только недавно определились с основными практическими задачами, то в поселке Ушакова, что на седьмом километре Балакладского шоссе, общественная инициатива кипит уже несколько лет к ряду. Дальше с 2010 года уже при мне жители, молодежь, своими силами устроили это поле. Они свалили ворота. Я поддержал инициативу, тогда был заместителем, помощником депутата городского совета, Вен Леонидовича, своими силами мы поставили баскетбольный щит, вторник, тренажеры. Обратно же люди мне помогали. В связи с переходом Севастополя под российскую юрисдикцию и регистрацией территориального общественного самоуправления Ушакова, ситуация изменилась качественно. Подали заявление в управление молодежи и спорта, где мы выиграли, учитывая то, что мы ранее создавали своими силами, управление молодежи и спорта повернулось лицом при поддержке губернатора и выделили нам 100 тысяч рублей. Значит, что туда входило? Благоустройство баскетбольного поля, забетонировали, проложили беговые дорожки, рукоход и посадили деревья. Все это произошло в 2016 году, но недаром, говорят, аппетит приходит. А во время еды? Дальше мы участвуем в номинации «Дружный двор». Подали заявку, но мы не прошли по конкурсу, но губернатор обратно нас услышал. И нам на этой территории установил мини-поле с ограждением, которое стоит, средства затратили миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Также, учитывая инициативность и активность жителей, губернатор установил детский городок тоже на этой территории. Что ни говори, а игра с городскими финансами действительно захватывает неимоверно. Я подаю все-таки еще обратное территориальное общественное самоуправление по Дружному двору и выиграю два миллиона. Как раз на обоустройство футбольного поля с тренажером, с ограждением и натуральной исполивкой. Такое внимание городских властей, да плюс еще и регулярное финансирование, дало возможность общественникам повести речь уже о формировании целого центра спортивно-патриотического развития молодежи в поселке. Необходимость чего-либо подобного возникла давно. В первую очередь, это необходимо детям, потому что дети разного возраста. У меня их двое, у кого-то их трое, у кого-то их четверо. И разница в возрасте разная. То есть, если есть эта площадка, спасибо, что ее построили для таких маленьких, как мой ребенок, но у меня еще есть ребенок, ему 14 лет. И этот возраст, насколько все знают и психологи, это эмоционально тяжелый возраст, потому что, если нечем заняться, дети бегут, пьют, бегают по разброшенным зданиям, бьют стекла, они никому не предоставлены, предоставлены только самому себе. А новый комплекс должен появиться на месте старого футбольного поля, которое существовало в центре поселка, начиная с 1957 года. Именно этот факт, видимо, расслабил и общественность, и власть придержащих. Впрочем, стройка спорилась вплоть до середины мая. Все продолжалось нормально. Подрядчик был у нас, предприятие, заказчик, управляющий компанией. Продолжалось благоустройство до 14 мая. 14 мая объявился собственник совхоз Севастопольский, и вся работа приостановилась. А собственник участка, общество с ограниченной ответственностью Севастопольский, подал иск в арбитражный студ с просьбой признать строительство самовольной постройкой и вернуть землю правообладателя. Вышло так, что на момент строительства никаких сведений о правах третьих лиц на этот участок заинтересованные в зодчестве лица не нашли. Или искали их неохотно и непрофессионально. Что касается земельного участка, о котором идет речь, то, исходя из той информации, которая получена заинтересованным лицом, а именно информации из севреестра о наличии правообладателя, скорее всего, было мало. Необходимо было направлять запросы в архивы, поскольку мы недавно тут находились в юрисдикции Украины. Соответственно, в архивах должны были сохраниться документы, правоустанавливающие на этот участок. Соответственно, получив эти документы, можно было сделать вывод. Кроме того, существует служба субъекта кадастровой деятельности, то есть кадастровые инженеры, геодезисты, которые при выходе на местность по инициативе лица, заинтересованного в освоении участка, могли получить координаты нахождения этого участка в соответствующей публичной кадастровой карте Украины и получить хотя бы не информацию о правообладателе, но информацию о том, что участок находится в собственности или в пользовании, и тем самым предотвратить вот эти последствия, о которых мы сегодня говорим. И речь в данном случае идет не только о признании строительства незаконным. Такой вердикт суда неизбежно в качестве следствия поставит вопрос о привлечении к административной, а то и уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств должностных лиц. Одним словом, участок, как предмет судебного спора, необходимо изымать. И здесь существует два пути. Существует механизм изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации. Этот механизм действовал и ранее, но с 1 апреля 2015 года принят федеральный закон о внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым этот порядок был более урегулирован, стал более урегулирован. И, соответственно, в соответствии с данным разделом 7.1 земельного кодекса Российской Федерации есть ряд субъектов, которые вправе обратиться не с ходатайством, а ряд субъектов, которые вправе инициировать изъятие земельных участков. Есть еще один конфликтный, но бесплатный путь. Дело в том, что земельный участок, который находится в самом центре жилищной состройки, оказался вдруг де юре сельскохозяйственного назначения. Это обращение в суд от имени правительства с иском о признании незаконным первичного перехода права собственности на объекты, в частности на земельные участки, под соответствующим юридическим обоснованием. Таким обоснованием может быть и отсутствие полномочий у субъекта по учуждению участка, земельного участка из государственной собственности или из коммунальной собственности в частную. Это может быть и нарушение порядка этого отчуждения. И, в принципе, такие иски, как мы знаем, находят поддержку в судах города Севастополя. Одним словом, проблему решать необходимо и решать ее в пользу общественности. Я представляю себе, что вот это вот место, эта площадка, она просто идеально подходит для того, чтобы здесь был именно спортивно-патриотический центр для развития детей, молодежи. Во-первых, парк прекрасный, рядом со стадионом, площадка, которая необходима для поля, она имеет размеры стандартные для того, чтобы проводить любые соревнования. 43 на 60 – это просто великолепное поле. Стоит ли говорить, что и на очередном сходе граждан идея спортивного строительства нашла единогласное полное подтверждение всех присутствующих жителей поселка. О разрешении проблем на этих двух территориях общественного самоуправления мы расскажем в дальнейшем. А у меня на сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя, честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok